Здравствуйте! В эфире программа «Фокуси» и я, ее автор и ведущий, Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых СМИ об Азербайджане и рассказываю о них вам. В этом выпуске между Россией и Турцией, как Азербайджан укрепляет военное сотрудничество с крупнейшими соседями. Успешный старт для азербайджанского спутника. Во Франции состоялся юбилейный запуск ракеты «Ариан-5». Валюта на экспорт. Почему азербайджанские копейки в Англии идут на вес золота? Сразу две военные новости. В Баку прошла масштабная военная выставка «Адекс-2018», на которой заключаются многомиллионные контракты. А Турция запускает большие военные учения в Средиземном море с участием Азербайджана. Выставка «Адекс-2018» объединяет 224 компании из 29 стран мира. На выставке представлены 11 стендов ведущих компаний Азербайджана, Беларуси, Китая, Франции, Израиля, Пакистана, Ирана, России, Сербии, Турции и Украины. Выставку посетил президент страны Ильхам Алиев, а две российские компании сделали на ней громкие заявления. Холдинг «Вертолеты России» планирует создать на территории Азербайджана сервисный центр по обслуживанию вертолетов российского производства. А глава Рособоронноэкспорта Александр Михеев объявил, что собирается укреплять сотрудничество с Азербайджаном. По его словам, развитию военно-технического сотрудничества содействует отсутствие языкового барьера, аналогичные ГОСТы и отраслевые стандарты, а также наличие производственных и военных кадров, подготовленных на общих принципах. Другая важная новость пришла из Анкары. Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье с конца сентября по 7 октября. И в них примут участие США, Азербайджан, Бахрейн, Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния и Саудовская Аравия. В учениях, которые называются «Синий Кит-2018», будут задействованы военные корабли и морская авиация стран-участниц. Во время маневров военные отработают координацию надводных, подводных и воздушных судов. Большая новость для Франции, которая также стала важной и для Азербайджана. С космодрома Куру во французской Гвиане в юбилейный сотый раз стартовала ракета-носитель Ариан-5. Это одна из самых надежных в мире ракет. 96 успешных стартов из 100. Ракеты Ариан-5 используются уже 22 года. И все это время пользуются репутацией надежных ракет, несмотря на свою довольно высокую стоимость. Ариан-5 используется ракет. Ракета тяжелого класса, она может выводить на космическую орбиту тонны груза. Долгое время основные запуски телекоммуникационных спутников осуществлялись именно с помощью этой французской ракеты. В этот раз на борту Ариан было около 10 тонн. Это как раз два телеком-спутника. И один из них — азербайджанский Азерспейс-2. Для Баку, который развивает телеком-индустрию, это будет уже третьим запущенным на орбиту спутником. Кстати, президент Ильхам Алиев по случаю запуска поздравил азербайджанский народ, отметив, что благодаря технологическому развитию страна преодолевает зависимость от нефтяного сектора. Ведь спутник приносит дополнительные валютные доходы. Азербайджанская монетка «Гяпик» — это небольшие деньги, в переводе на российскую валюту всего 38 копеек. Однако именно эта монетка стала героем всей мировой прессы. А все потому, что слово «редкое» и в игре «Скрабл» или, как ее у нас называют, «эрудит», «Гяпик» ценится на вес золота. Издательство Merriam Webster выпустило шестой официальный словарь для игры «Скрабл», в который было добавлено 300 новых слов. Ну и в числе них тот самый «Гяпик». «Скрабл» — это знаменитая во всем мире игра, в которой каждый участник получает 7 случайных фишек с буквами и должен составить из них слова. О популярности «Скрабла» можно судить хотя бы потому, что для игроков издается специальный словарь. Ведь правильное написание слова становится предметом ожесточенных споров среди игроков. И вот о выходе нового издания этого словаря написали ведущие издания мира. И Guardian, и New York Times, и Washington Post — всех не перечислишь. Все пишут и о новом слове «гяпик» — крайне редком и крайне ценном для игроков в «Скрабл». Все дело в правилах орфографии. Ведь обычно в английском языке буквосочетание «q» — неразделимо. А слово «гяпик», обозначающее азербайджанскую монету, стало одним из 20 слов в словаре, в которых букву «q» можно употребить без буквы «ю». Вот уже действительно золотое слово. Ну а еще в «Скрабле» официально появились такие слова, как «окей», «эмоджи», «фейспалм», «ботнет» и «тверк». По большей части это новообразования, пришедшие из интернета. Правда, все они не имеют такого игрового значения, как «азербайджанская копеечка». Извержение грязевого вулкана в Азербайджане привлекло внимание британской телерадиокомпании BBC. Языки пламени высотой до 300 метров и черный дым — так выглядит извержение грязевого вулкана второго по величине в мире, расположенного неподалеку от Баку. Вокруг вулкана также появились трещины в земле, некоторые из них до 40 метров в глубину. Кстати, в это же время на Баку обрушились проливные дожди, которые буквально затопили город. Грязевые вулканы — это уникальная достопримечательность Азербайджана. Всего в мире таких объектов насчитывается около тысячи, и 400 из них расположены неподалеку от Баку. По сути, они представляют собой смесь грязи и нефти, но, в отличие от обычных вулканов, как правило, они не представляют опасности даже во время извержений. Но зато всегда пользуются большой популярностью в социальных сетях. Ну а у меня на этом все. С вами была программа «Фокуси» и я ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях мировых СМИ об Азербайджане. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин